Когда-то давно некая позабытая компания выпустила две части Сиф, все речи вора. Вор стал одним из первых стелс-экшенов, посетивших наши голубые экраны. Был еще и японский Metal Gear, истекающий сюжетом в ущерб геймплею, и Splinter Cell, провыскотехнологичный эспенаж. Причем все три игры вышли примерно в одно время, так что идея просто витала в воздухе. Так или иначе, в воре мы играли роль Гаррета, ехидного эгоистичного вора, который крадет, чтобы проплатить жилье и купить еду, а не работает, потому что воровать у него лучше получается. Он отлично вписывался в мрачный стимпанк-сеттинг, где силы природы и адепты высоких технологий отчаянно, но подковерно боролись за власть над миром, используя для своих дел в том числе воров. Вроде Гаррета. Третью часть делали другие люди, делали с прицелом на консоли, и хардкорные фанаты воров третью часть недолюбливают, мол, режим от третьего лица, можно включить, мол, веревочные стрелы отобрали, и уровни стали маленькие. И они, конечно, правы, третий вор уступает своим предкам почти во всем, кроме графики. Но, тем не менее, люди, делавшие его, отнеслись к оригиналу с уважением и попытались не разрушить то хрупкое здание, которое бережно возвели предшественники. Где-то они споткнулись, где-то просчитались, но намерений не навредить видно невооруженных глазом, и, как следствие, играется третий вор все же с удовольствием. Но вот пришла новая эпоха, и за дело взялись бережные ребята из квадратного Эникса. «Так», — сказал, наверное, главный дизайнер подчиненным. «Короче, мы делаем вора, но своего. Значит, все, чтоб было мрачно, чтоб, значит, поменьше отсебятины, чтоб, значит, как надо нынче, типа, ё, минималистичный интерфейс, пафосный герой, типа, ё, ночной войн, плаща, всё такое. И чтоб не кидали мне тут понты, у нас ребут. Какий-нибудь старым фонатам кости по пасхалке какие, ё. А так всё на ново. И чтоб сюжет, как сейчас делают, ё. Чтоб ничего лишнего, чтоб всё как надо было, ё. Усекли». Ну и родила царица в ночь. Начнём с главного, а именно с геймплея. Его тут нет. Гаррет медленно бродит по местности, тырит всё, что не прибито гвоздями. Ножницы, портсигары, медали, фоторамки, всё золотое и серебряное, из квартирок бедняков. Прыгать или подтягиваться можно только там, где сказал дядя. Верёвочные стрелы снова с нами, но пускать их можно только там, где сказал дядя. Случайных обходных путей нет, только те, которые указал дядя. Тип поверхности под ногами теперь роли не играет, ходим мы одинаково хоть по кафелю, хоть по земле. Только в отдельных местах насыпали битого стекла или налили воды, но это крохотные кляксы, особой роли не играющие. Прыжок заменил свуп. Гаррет типа плавно переносится на небольшое расстояние, не производя шума, если не пересекает уже упомянутые кляксы. Также на уровнях есть собаки и птицы в клетках, которые тоже шумят, если рядом бегает вор. Бой мутировал в унылые QTE, которые мне даже показывать лень, а на дальней дистанции Гаррет может использовать целый арсенал из стрелы бомб, только незачем, миссии настолько простые, что даже отвлекающие броски пригодятся раза полтора. Единственные нужные стрелы, которых нужно много всегда, это тупоносые, чтобы жать на удаленные кнопки и отвлекать врагов, и водные, чтобы гасить факелы. Уровни, как я уже косвенно отмечал, диколинейные. Да, там есть обходные пути, но они очень сильно обрезаны. Ну, можно обойти маленький кусок через вентиляцию или обогнуть стражу по крышам. Толку от этого мало и помогает это слабо. Вдобавок город Хаб из третьей части стал совсем уж унылым местом, где для сбора сдачи квестов надо черт его знает, сколько времени красться по забитым стражей улицам туда-обратно. Чтобы еще усложнить жизнь игроку, часть побочных квестов, большая часть которых крайне уныла, сделать надо просто обязательно, чтобы купить ряд инструментов. Гаечный ключ для свинчивания люков, скальпель для вырезания картины, щипцы для отключения сигнализации ловушек. Для каждого из этих инструментов надо сделать 3-4 квеста, а ведь еще деньги традиционно идут на пополнение запасов стрелы еды. Еще в игру завезли старинную прямо из Dishonored, вместе с половиной нового сеттинга, систему фокуса. Можно включить режим воровского видения, который жрет ману, но подсвечивает врагов, ускоряет взлом, выделяет ловушки и все активные предметы. Мало того, что этот режим лишний, его навязывают рядом глупейших дизайнерских решений. Скажем, в одном из побочных квестов есть сейф. Чтобы увидеть его, надо убрать большую вазу. Ваза приметна и сразу блатается в глаза. Но все, что с ней можно сделать, это разбить. Не подвинуть, не снять, не убрать ее нельзя. А ведь нормальный человек именно так бы и сделал. Чтобы понять, что вазу надо таки разбить, вам придется включить фокус, увидеть сейф за ней, и только тогда понять, что дизайнеры хотели, чтобы вы по ней стукнули. Также в игре есть прокачка, но она вообще совсем не нужна, даже больше, чем сам фокус. Она позволяет развивать некоторые обилки, и все они связаны с применением фокуса, который, напомним, сам по себе не шибко нужен. Самое смешное, что это наша стелс-игра становится тем проще, чем дальше ты по ней продвигаешься. Пара миссий содержит вообще 2-3 локации со стражей, пытаясь упирать на атмосферу, что в стелс-игре просто бессмысленно. К этому добавим дурацкие экшн-сцены, где надо бежать по почему-то горящему, разваливающемуся, уворачиваться от чего-то взрывающегося, или шариться в дыму. Ну и, наконец, сюжет. Кхм. Ну что я могу сказать? Бред тот еще. По сути, все события приводятся в действие идиотизмом Гаррета и его напарницы. Начинается все с того, что Эрин, бывшая напарница Гаррета, худосочная девица готишной наружности с противным голосом, предлагает коллеги-дельцы в особняке местного барона. Они проникают туда, и Эрин без конца возмущает Гаррета использованием клыка. Крюка типа самораскрывающейся кошки. И склонностью приканчивать стражей. Их ссора достигает пика прямо над комнатой, где странные люди проводят некий ритуал. Выясняя, как дети свои счеты, случается так, что Эрин гибнет, а Гаррет вырубается на год. Как Гаррет спустя год без действия не стал овощем, надо спросить разве что у Биджея Блажковича. Тот вообще декаду отсидел парализованным и ничего. Зато у него глаз сделался пафосно подсвеченным, и он научился использовать этот самый фокус. В городе мрач, налютует чума, везде тирания обороны и расстройка пафосных техно-девайсов. Кхм, привет, Дизонард. С этой тиранией борется чувак по имени Орион, родитель за народы, почти мессия, у которого свои счеты с нынешним правителем. И вообще в итоге он тоже оказывается сволочью или, к минимуму, наивным дураком. Спойлер! Кхм, привет, Биошок Инфинит. По ходу пьесы придется побывать в нескольких особняках, в подземельях, в канализациях, в борделе. Наверное, лучшая миссия в игре, хотя, возможно, многим еще понравится первая половина следующей миссии. И страшной психушке. Кхм, привет, отсылка к самой эпичной миссии третьей части. Психушка, кстати, совсем не страшная. Вот, правда. Она не страшная. После чего прийти к развязке настолько убого, и насколько это вообще возможно. Характер Гаррета вообще слит в унитаз. Теперь он одиночка, который не любит глупости, нонконформист, противник систем, он человек, который делает то, что он делает. Остальные персонажи в принципе не имеют характера, а способность некоторых из них возникать там, где их, по идее, должны убить быстро и жестоко, вообще раздражает до безумия. И вообще, слепые бабульки, психи и хромые громилы легко подкрадываются к Гаррету. Позорище. Большая часть сюжетных ходов вообще держится на эпичных и, главное, ненужных роялях в кустах, приплетенных только, чтобы сделать повествование более жестким, резким, динамичным. Вместо плавно развивающегося сюжета предыдущих частей, где эпичные квесты Гаррета случались в основном из-за его неразборчивости в заданиях. Тут, по сути, все миссии прямо или косвенно связаны с главной. А про качество опциональных побочных мы уже говорили, это унылый проходняк, где количество сильно доминирует над качеством. В итоге, игра производит удручающее впечатление, не дотягивая везде и всюду. Новый Warp плох и как независимая отдельная игра, и тем более как часть серии.